Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у нас с вами обзор косметики, причем доступной и достойной, поэтому обязательно оставайтесь со мной, будем разговаривать о бренде Eveline. Все детально покажу, расскажу, поделюсь своими впечатлениями, потому что всеми этими средствами я пользовалась на протяжении довольно длительного времени и некоторые из них завоевали свое место у меня в сердечке, так что не затягиваю и поехали! А можно я начну с того, что мне больше всего полюбилось и наверняка именно это интересно большинству из вас? Кто догадался, о чем идет речь? Конечно же, это палетка и не простая, и не золотая, а рубиновая. Да, у меня сегодня очень классное настроение, приятно говорить тоже о средствах, которые тебе нравятся, которые классно работают и об этой палетке я вам рассказывала в новинках на лето. Называется она рубиновый гламур и мне очень нравится оформление. Я думаю, сразу заметно, что это логическое продолжение таких тематических палеток. Помните, в прошлом году вышла палетка под названием Mokka и здесь собраны все около кофейные такие теплые оттенки, то есть теплые коричневые в разнообразных подтонах и с разной насыщенностью цвета. Она по качеству очень хорошая, мне она нравилась, я вам ее рекомендовала, но сейчас, чуточку забегая наперед, я хочу сказать, что именно эта цветовая гамма мне больше всего по душе. Этими тенями я реально пользуюсь в повседневной жизни, когда у меня есть настроение накраситься, потому что эти оттенки очень здорово подчеркивают именно радужку глаза. Палетка называется рубиновый гламур, поэтому не нужно от нее ожидать каких-то зеленых, синих оттенков. Все цвета будут около рубиновой темы, то есть все они, ну не все, многие, с таким красновато-розоватым подтоном, но не стоит бояться этих цветов. Я расскажу вам почему. Значит, смотрите, в этой палетке очень грамотно подобраны как матовые, так и не совсем металлические, и это даже не совсем сатиновые тени, это что-то посерединке, потому что металлические часто смотрятся дешево, они могут комкать веки, а сатиновые недостаточно сияют. Здесь же, знаете, они очень мягко, очень плавно наносятся, при этом супер красиво сияют. Я не могу сказать, что это чисто тематический макияж, всегда вот нечто такое в розовой гамме. Нет, если чуточку подумать, то спокойно можно выполнить самый базовый макияж. То есть у нас здесь есть и матовый, и светло-бежевый, и оттенок, который очень красиво, естественно, смотрится в складке глаза, и холодный, коричневый, матовый, который вы можете использовать во всех других ваших любимых макияжах. Также здесь есть невероятные красоты, вот эти околометаллические тени, потому что не хочется называть их обычными металликами, это что-то на новом уровне, наверное так. Так, называется он кристалл, вообще все оттенки имеют название камней, но я буду рассказывать таким человеческим языком, чтобы ничего не коверкать, я в камнях не разбираюсь, так что будем говорить чисто о том, что у нас получается в эффекте. Оттенок этот вот такой правильный, это как хайлайтер на максимальной громкости, как я люблю это говорить, то есть он очень мягкий, очень сияющий, без частичек, он красиво отражает свет, и при этом сам оттенок у него очень правильный, без зеленцы, без ржаны, это такой даже не совсем золотой, это ванильно-золотистый оттенок, который подойдет абсолютно каждой девушке. Вот каждый раз, когда я пользовалась этими тенями, у меня получался красивый макияж со всеми плавными переходами, эти тени очень мягкие, они достаточно пигментированы для таких очень освежающих, супер легких макияжей и более насыщенных, более цветных, но все еще такие, знаете, носибельных. То есть для меня это гламур во всех возможных проявлениях с красивой такой розовато-персиковой ноткой. Что касается самых темных оттенков, я скажу в конце, потому что есть кое-какие моменты, которые мне хотелось бы учесть, но у меня от себя нет ни единой претензии к этим теням. Когда красишься, то их лучше набрать на кисточку и немножечко встряхнуть, чтобы не было чего-то, вы знаете, под глазами, когда уже нанесен тон, консилер, чтобы не испортить полный макияж. Лучше так сделать и тогда у вас не будет какого-то беспорядка под глазами. А так, я не знаю, что еще можно добавить. Здесь очень красивые оттенки, коралловые вот эти два. Можно также нанести светлый бежевый, немножко кораллового добавить, затемнение, если хотите, стрелку, у вас супер модный коралловый макияж. И вам не нужна отдельная коралловая палетка, по сути, да? Можно также выполнить красный макияж, какой-то бронзовый. С этой палеткой у вас также это получится. Красивейший, мягчайший оттенок розового золота. Называется он розовый диамант, но это просто восторг. Некоторые оттенки я смешиваю, как сегодня я смешала вот это розовое золото и кристалл, и получилось вот нечто такое. Я очень люблю такие макияжи. Это та цветовая гамма, которую я люблю наносить на любой случай, каждый день, на праздник. Пожалуйста, даже если бы я выходила замуж, я бы, наверное, накрасилась тоже в таких оттенках, потому что они очень красиво и так благородно подчеркивают внешность, как мне кажется. Поэтому от меня однозначная рекомендация, но есть два небольших но. Первое, это то, что у этих темных оттенков может быть недостаточно пигментации для таких очень-очень темных оттенков, когда вы хотите добиться именно такого темного цвета, как вы видите в палетке. То есть, чтобы затемнить рисунок глаза, пожалуйста, окей, вообще вопросов нет, их можно и нужно наслаивать. Но для меня это плюс, потому что я не люблю бабахнуть, поставить себе под дно и потом это как-то растушевывать. Я лучше буду по чуть-чуть добавлять, потому что я люблю сама контролировать процесс. Также эта палетка имеет яркую отдушку, в отличие от палетки Мокко. Кому-то это может нравиться, кому-то нет. Честно говоря, я это замечала только в начале использования, то есть, когда открываешь палетку, она пахнет. Я как аллергик могу сказать, что эта палетка не вызывает у меня какого-то дискомфорта ни в начале дня, ни в конце дня. Нет ощущения песка в глазах, эти тени чудесно наносятся, как с базой, так и без. Еще в конце добавлю только то, что здесь еще есть зеркало. Палетка очень прочная, ее можно спокойно возить куда-то, если вы переезжаете с места на место и возите с собой косметику. И здесь также присутствует синтетическая кисть. Этой частью я чаще всего затемняю уголок, второй наношу какие-то сияющие оттенки, так что кисточка тоже хорошая. Это моя новая любовь и о ней вы будете слышать часто. Мне, конечно, очень хотелось бы сказать, что Эвелайн наконец-то меня услышали и сделали идеальный оттенок помады для бровей для блондинок. Но это, скорее всего, совпадение. Помаду для бровей я показывала вам еще год тому назад. Если вы их еще не пробовали, то советую присмотреться, потому что это средства два в одном. Они дают цвет и также фиксируют брови. Сегодня не вся бровь, а две трети, ну то есть кончик брови по большей части оформлен при помощи помады. А начало бровей я прокрасила маркером, к которому мы еще дойдем. Эта помада для бровей продается в такой картонной упаковке и в комплекте у нас еще идет кисточка со щеточкой. Я не могу сказать, что я часто пользуюсь вот такими малютками, но она есть. Мало ли, кому-то может это пригодиться. Помада для бровей также идет в такой стеклянной упаковке и у них очень классные оттенки. Все они серо-коричневые. Этот оттенок помады для бровей подходит мне безупречно. Вот без преувеличений он не слишком, знаете, такой холодный, но не могу сказать, что он теплый. Здесь нет ни намека на рыжину, но блондинкам довольно сложно подобрать такой оттенок бровей, который будет... Такой оттенок средств для бровей, который будет смотреться естественно и не будет делать нас старше. Потому что чем темнее брови лично на мне, тем я смотрюсь такой более, знаете, тетей Моти. Такой вот какой-то угрюмой, какой-то такой на 10 лет старше. Поэтому я лучше сделаю посветлее брови, помягче, менее прорисованными. И брови чаще всего раньше я оформляла при помощи теней. Но сейчас, когда появилась эта помадка, я поняла, что моя жизнь стала проще, так как я вообще перестала пользоваться гелями для бровей. Или делаю это крайне редко. У нее очень хорошая пигментация, она не застывает слишком быстро. То есть успеваем все прорисовать, прочесать, она фиксируется. И волоски потом не живут своей жизнью в течение всего дня, а держатся так, как нам это надо. Маркеры для бровей. У Эволайн сейчас вышли не просто маркеры. Выглядят они вот так, как фломастер. Но когда открываешь, внутри ждет сюрприз, потому что маркер вот такой, как трезубец. Сама идея очень здоровская, потому что вот такие маркеры максимально реалистично прорисовывают брови. Я даже не ожидала, что макияж бровей может стать настолько проще. Оба они в правильных серо-коричневых оттенках. Номер 3 более насыщенный, подойдет тем девчонкам, у кого такой интенсивный цвет волос и бровей. И номер 2 всем светлым девчонкам или тем, кто предпочитает брови посветлее. Это реально очень удобно, потому что ты прикладываешь бровь, не бровь, маркер у основания, проводишь вверх, чуть передвигаешь. И это прорисовывают настоящие волоски. Если вы хотите сделать визуально свои брови гуще, добавить им как бы объема и дорисовать то, чего не хватает, проделать такую ювелирную, но очень быструю интуитивную работу, и вы знаете, это максимально приближено к натуральным бровям, при том, что это нарисовано по сути. При этом они водостойкие, они отменно держатся. Так что я себе оставляю номер 2, а третий номерок приберегу для мамы. Я думаю, что она тоже оценит, при том, что она любит быстро сделать макияж и как-то особо не заморачиваться. Обратите внимание, если вы хотите попробовать что-то новое, но что-то толковое, а не просто, знаете, новинка ради новинки. Новые румяна. У меня есть только 2 оттенка или аж 2, но интересно, какие еще есть во всей палитре. Я обязательно отправлюсь в Росман, там сейчас у нас скидки минус 55%, так что вообще буквально даром. Я где-то даже слышала, я не знаю, насколько это правда, узнаю и напишу вам в инфобоксе, что на сайте Avaline также действует эта акция, так что «Бери не хочу» называется. И несмотря на то, что это одна линейка, у них немножко разная формула. Румяна, которыми я сегодня воспользовалась, они сатиновые, они супер мягкие, они так плавно наносятся. Это очень красивый универсальный оттенок, потому что они и не розовые, и не персиковые, они вот такие сбалансированные для каждого типа внешности. С ними, наверное, сложно переборщить, они хорошо пигментированы, они хорошо наносятся, но я не представляю, сколько их нужно намазать, чтобы превратиться в матрешку. Они вот просто для такого повседневного использования. Если вы даже не знаете, как пользоваться румяными, у вас все получится. Набираем на любую кисточку, и по одному взмаку у вас появляется свежесть на лице. Это очень красиво, правда. Второй оттенок мне не то чтобы не понравился, просто я настолько влюблена в этот, что его сложно переплюнуть. Номер 2. Далее, может это тоже какие-то цветы, я не в курсе. Оттенок сам по себе очень красивый, коралловый с золотистым переливом. И когда трогаешь, что они такие же мягкие, такие же шелковистые, но немножечко как бы на лице виден вот этот, это даже не шиммер, но мне хотелось бы, чтобы эти блески были еще мельче. Хотя тогда это могло бы превратиться в хайлайтер. Ну не знаю, наверное, просто мне настолько пришлись по душе вот эти, что этим уже сложновато. Они тоже не пятнят, они хорошо наносятся, хорошо держатся, поэтому я считаю, что это очень-очень классный запуск. И запоминаем, что в номере 1 это самые универсальные румяна, которые только могут быть. Они не подчеркивают текстуру кожи, они не слишком сияющие, они вот, знаете, все в меру, и оттенок, и текстура, и все-все-все. А теперь я хочу познакомить вас с восходящей звездой. Запомните эту тушь, потому что она станет настоящим хитом бренда. Я, в принципе, люблю туши Эволайн, но это, это то, что создает разницу до и после. Которую вы заметите, которую не нужно будет высматривать в зеркале, она видна невооруженным взглядом. Это тушь с удобнейшей силиконовой щеточкой, которая не царапает глаза, никак не травмирует их. И она даже при первом слое как-то очень хорошо подхватывает реснички у самого основания и вытягивает их, фиксирует, и так хорошо удлиняет. Я спокойно могу накрасить ею в один слой такие ресницы, что они будут буквально до бровей. Эта тушь не отпечатывается, не осыпается. Я протестировала ее в таких хардкорных условиях, потому что я накрасила глаза. Да, целый день мы катались на велосипедах, то есть это физическая активность, это хорошая погода, это также ветер в лицо. И ничего не произошло с моим макияжем глаз. Это для меня огромный показатель. И второе испытание это шоппинг-влог, когда нужно было сто раз переодеться. Когда было жарко, когда я была накрашена с самого утра, и только поздним вечером у меня была возможность смыть макияж. И вот когда я подошла к зеркалу в конце дня, я обалдела от того, что мои ресницы не опустились, что они такие же интенсивно черные, что они идеально разделенные, что они настолько длинные, изогнутые, просто как вееры. У меня ресницы хоть и длинные, но они не густые, и они также проблемные. Я не могу пользоваться каждой тушью. У меня есть те туши, которые я люблю, с которыми мне просто. И эта тушь очень крутая, вот прям очень. Кремовые румяна в стике. Летом это невероятно актуально. И я хочу, чтобы вы не боялись этих текстур, потому что это не совсем крем, такой, вы знаете, тугой, как пластилин, который сложно нанести, который сложно растушевать, который еще и забирает с собой всю тональную основу и все, что было нанесено до этого. Это не тот вариант. У меня есть три оттенка. К сожалению, здесь нет никаких распознавательных знаков. Скорее всего, маркировка была на внешней упаковке, но я дополню эту информацию внизу. Значит, оттенки коралловый и розовый. Когда я открыла, я подумала, вы, наверное, шутите, как этим пользоваться. То есть, они в стике выглядят супер яркими. Но когда это растушевывается, это настолько красиво, это опять же свежо, это то, за что я всегда, знаете, борюсь. И это растушевывается на раз-два пальчиком. Вам не нужны никакие дополнительные приборы. Вот так наносишь и думаешь, ооо, вау. Нет, секундочку. Распределяем их при помощи пальца. И они оставляют еще очень красивый отблеск и полуоттенок. Как будто вы так румянитесь там, не знаю, от хорошего настроения, от хорошего самочувствия, от хорошей погоды, от чего угодно. То есть, видите, это супер красиво на лице. И я считаю, что довольно сложно найти, в принципе, вот такую текстуру, которая будет ложиться равномерно. Так что я сейчас пользуюсь вот этими двумя. К сожалению, самый светлый оттенок для меня самый светлый. Но он, конечно же, хорошо будет смотреться на те девчонках, у кого такая прозрачная фарфоровая кожа. Хотя, если даже нанести побольше и растушевать, то даже на мне такой, на автозагаренной будет заметно. Очень тоже классная. В одном из блогов рассказывала, но, возможно, вы не смотрите влоги, так что в двух словах здесь скажу, чтобы вы тоже были в курсе. У марки Эвелайн есть очень классная линейка, которая называется I Love Vegan Food. И она постоянно расширяется. В последнее время я пользовалась вот этими скрабами для тела. Это скрабы на основе сахара, поэтому они не будут пощипывать. Они и не травмируют кожу, и хорошо ее отшелушивают. И здесь 91% компонентов натурального происхождения. Очень мне нравится вот этот ванилла латте. Прям такая бодрящая, реалистичная отдушка. И второй кокосовый. И я говорила во влоге, что я немножко удивилась, когда увидела, что он черный. Так, здесь также активированный уголь. И этот скраб еще и очищает кожу. Так что, если вы ищете что-то для скрабирования и очищения кожи, то обратите внимание. И здорово, что это небольшой объем, потому что иногда, пока что-то допользуешь, тебе это уже 100 раз надоест. А здесь взял. Ну, я думаю, что на 5 раз можно растянуть. В любом случае, это удобно. И такая упаковка сейчас также является трендовой. Продолжаем с I Love Vegan Food. Вся эта линейка веганская и не тестируется на животных. Конкретно в этой пенке 96% компонентов натурального происхождения. И мало того, что она хорошо очищает кожу, она ее не пересушивает, она не сжет глаза. Можно пользоваться как утром, так и вечером для того, чтобы досмыть макияж. В принципе, она хорошо удаляет весь макияж. И по текстуре, знаете, на что она похожа? На корейские пенки, только она не так сильно, не до скрипа отмывает кожу. Но очищение она дает очень хорошее. Мне кажется, что как раз весной и летом, когда Себум выделяется более активно, это очень-очень в тему. Поэтому, если ищете что-то, что не будет сильно пениться, что будет и хорошо очищать, и не нарушать гидролипидный баланс кожи, здесь и алоэ вера, и кокосовая вода, зеленый чай и комплекс пребиотиков, о которых в последнее время на моем канале довольно много и довольно часто говорю. Марка Эволейн также запустила целую линейку антисептиков для рук, в которых 70% спирта. То есть, здесь соблюдаются все нормы, которые хорошо защищают нас от ненужных бактерий и всего остального. Также в составе есть масло чайного дерева, защитный гель для рук. И у меня их есть несколько. Я видела, что в магазинах также есть большие форматы тоже Эволейн. А вот это, оно чуточку отличается от тех, которыми я пользовалась ранее, потому что он как бы не так сильно пересушивает. Поэтому, если увидите где-то в продаже такой, то обратите на него внимание, потому что это всегда актуально. Я всегда пользовалась антисептиками для рук, просто до этого как-то не особо приходилось об этом говорить. Мне казалось, что это логично, особенно имея детей. Но раз сейчас это у всех на слуху, то говорю, что у Эволейн недорогие, при этом классные, рабочие, и по составу такие, как надо, антисептики для рук еще не пересушивают, не убивают кожу. Также в последнее время я пользовалась очень много кремами для рук. Так и не смогла найти, наверное, в какой-то сумке или куда-то. Я пристроила есть зеленый с авокадо, с чем-то еще, вылетело из головы кремушек. Но я тоже много раз их упоминала. Та же линейка I Love Vegan Food. Хорошие, увлажняющие, восстанавливающие, без ощущения пленки, хорошо впитываются. И крутые отдушки, и эти упаковки, это выстрел в мое сердце. И прямое попадание. Просто очень красиво. Руки руками, а за ногами тоже нужно ухаживать. Я не понимаю, как это возможно, но почему-то летом у меня еще больше сохнут ноги. Скажите, у кого еще так? Я надеюсь, что я не одна. И у Эволейн сейчас вышел вот такой крем для ног. Возможно, он и раньше был, но я его не видела. Я его не пробовала. Выглядит таким образом. Называется SOS для очень сухой кожи. И это даже крем-маска для ног. Я всегда, когда уже все там, проделываю все процедуры для лица, уже в пижаме, нахожусь в постели. Тогда наношу крем для ног. И иногда, когда мне очень лень, я могу даже руки им намазать. Признаюсь, я каюсь. Но честно, как есть. Значит, здесь 5% мочевины. Это мощнейший, увлажняющий, восстанавливающий компонент, смягчающий. И чем больше его, тем лучше. И также ланолин, который обладает, опять же, смягчающими, успокаивающими свойствами. Я не знаю, зачем я намазала руки. Не спрашивайте. Это такая обволакивающая текстура, приятный кремовый аромат. Такой характерной уходовой косметики. И главное, что утром ноги как новенькие. Я стараюсь внедрить такую полезную привычку в свою вечернюю рутину. Каждый раз мазать ноги кремом. Так как кожа сухая на всем теле и летом, это еще больше проявляется. Короче, крем для рук, крем для ног и антисептик. Это настоящие мастхевы этого лета. И последнее, что мы с вами обсудим, это средства для волос. Это не самая моя любимая категория для тестирования. Я говорю обо всех средствах. Потому что у меня очень чувствительная кожа головы. И мне нужно аккуратно что-то внедрять в свой уход. Такой постоянный. Не просто чтобы попробовать, а чтобы подольше чем-то попользоваться. И начала я свои эксперименты с волосами со средств из линейки Food for Hair. А именно с бананового шампуня. Они также состоят на 90% из компонентов натурального происхождения. Здесь нет СЛС, пегов, парабенов, силиконов и минеральных масел. Пахнет реально бананом. Настоящим бананом. Хорошо пенится, хорошо промывает волосы. И банановые предназначены для окрашенных и поврежденных волос. У меня когда-то давно немножечко осветленные пряди. Но это мне кажется не считается. Просто хочу сказать, что эти шампуни хорошо промывают кожу головы. Очищают волосы. Не пересушивают. Не вызывают зуб и перхоть. Но после них мне обязательно нужно воспользоваться или маской, или же кондиционером для волос. И второй с кокосом, с макадамией и маракуйей. Пока что им не пользовалась. Ничего не могу сказать, помимо того, чем пахнет. Я привыкла одно допользовать и потом второе начинать. По аромату это нечто приятное, такое очень нежное. Если это сладкая душка, то это что-то более свежающее. И этот синий шампунь для сухих и тонких волос. Могу сказать, что бананового хватает на очень долго. Я им пользуюсь и пользуюсь и пользуюсь. У меня уже был один. Если бы не Томак, я не знаю, как долго он бы стоял в моей ванной комнате. Потому что нужно чуть-чуть, чтобы хорошо промыть волосы. И еще у Эвелайн появились вот такие удобные масочки. Они есть и в большом формате. Но у меня вот такую забрала моя подружка. Я даже не успела ее толком попробовать. И у меня было очень много саше. Которые из той же линейки. То есть банановое, есть и с кокосом. И еще мне интересно попробовать такой шампунь. Есть ли он вообще? Маска для волос, ускорение роста волос и предотвращение выпадения. Кофе, перец и гуарана. Для слабых и ломких волос. Это же просто идеальное средство для меня. Мне теперь нужен такой шампунь. Буду его искать. В общем, тоже интересные вот такие новиночки. И я также пользовалась их мицеллярными шампунями. Такими в прозрачных упаковках. Засниму вам уже потом при макросъемке. Тоже классные была у меня мама зимой. Она тоже им пользовалась. Сказала, что ей понравилось. И что она никогда не знала, что у Эвелайн есть еще и средства по уходу за волосами. Да, есть. И они тоже хорошо работают. На этом мы потихоньку будем с вами прощаться. В этом видео я рассказала о том, что мне подошло. И что мне очень сильно понравилось. И сейчас мне пришла спонтанная идея в голову, а почему бы нам не сделать конкурс, в котором вы сможете сами выбрать любую палетку марки Эвелайн, которую я специально для вас закажу. И также соберу какой-то классный подарочек из тех средств, которые я люблю от бренда. И с удовольствием за свой счет отправлю вам в любую точку мира. Для меня это будет огромное удовольствие сделать что-то для вас. Если видео вам понравилось, не забывайте поставить пальчик вверх. Я еще раз повторю, что это было чисто мое мнение. Я всегда говорю то, что я думаю о косметике. И если я что-то очень сильно люблю и так много красивых слов говорю в адрес чего-то, это действительно от чистого сердца. Все. На этом всем пока. Всех целую, обнимаю. Хорошего вам дня. До новых встреч. Рассов всем скоро. Рассов всем скоро.